Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхин. У нас сегодня на историческом факультете продолжение нашего специального проекта «Хрущёвская слякоть» по книге историка, советника ректора Московского педагогического государственного университета Евгения Юрьевича Спицына. Мы остановились на вопросе, когда Хрущёв самыми волюнтаристскими и жёсткими методами внедрял совнархозы и громил Совет Министров Союза Советских Социалистических Республик. Всё это настроило ответственных партийных товарищей к тому, чтобы они попытались объединиться и всё-таки дать Хрущёву бой. И мы остановились ещё на том, что вы рассказали о том, что я вообще даже никогда не слышал о том, что помимо партийной вот этой группы они обратились к маршалу Победы Георгию Константиновичу Жуку, который проявил себя как политический игрок и стал вести свою игру, предлагая переформатирование политической структуры Верховного Руководства Союза Советских Социалистических Республик. Что это было? Как развивалась эта попытка переворота? Почему Хрущёва не сместили? Кто его защитил? Расскажите об этих удивительных событиях, потому что я вообще не понимаю фантазии наших киношников. Мне кажется, что такие схватки, они достойны Пьера Шекспира. Реально, просто эта схватка за верховную власть, самая верховная коммунистическая власть. Но вы знаете, я бы сейчас не рискнул бы кому-либо из современных режиссёров снять фильм по какому-либо сценарию на эту тему, поскольку, увы и ах, наш кинематограф, режиссура и сценаристы, они пребывают в такой глубокой спячке. И боюсь, что они создадут не действительно хороший, добротный исторический фильм, а какую-то очередную развесистую клюкву. Теперь, если переходить к существу вопроса. Да, вы абсолютно правы. Ещё в конце мая на неофициальных встречах обсуждался вопрос о снятии Хрущёва. Я уже говорил о том, что предполагалось оставить его в составе президиума ЦК и переместить на пост министра сельского хозяйства. Также предполагалось, что Суслов тоже будет выведен из состава президиума ЦК, снят с должности секретаря ЦК и назначен министром культуры, ну и так далее. А то, что касается Жукова, то все сошлись во мнении, что надо поднять политический авторитет министра обороны, сделать его полноправным членом президиума ЦК и чуть ли даже не назначить заместителем или первым заместителем председателя Совета министров СССР. Вот под эту сурдинку с Жуковым и вели переговоры Молотов и Маленков, чтобы перетянуть его на свою сторону. Однако Георгий Константинович по своим соображениям не сказал ни да, ни нет. Видимо, действительно, он решил вести свою игру. Единственное, что, и это зафиксировали целый ряд мемуаристов, в разговоре с Молотовым и Маленком он предложил вообще ликвидировать пост первого секретаря ЦК и создать такой не совсем определенный, что ли, или понятный пост секретаря ЦК по общим вопросам. Вот на этом они, что называется, разошлись. Когда же начались уже вот такие реальные события, связанные с попыткой смещения Хрущева? Это, конечно, 18 июня 1957 года. А утром этого дня в Кремле в кабинете Николая Александровича Булганина, а я напомню, что кабинет главы правительства, он всегда находился в Кремле, это был ленинский кабинет, где сидел и сам Владимир Ильич Ленин, и все последующие председатели советского правительства, то есть Рыков, Молотов, Сталин, ну и далее по списку. Маленков, Булганин, Хрущев, Косыгин и так далее, и так далее. Это в главном корпусе Кремля. Так вот, там собрались 8 членов президиума ЦК, не считая секретарицей, как кандидатов в члены президиума. Почему 8? Казалось бы, их было 11 полноправных членов. Дело в том, что по разным воспоминаниям и по разным источникам на заседании этом отсутствовали 3 человека, которые входили в состав президиума ЦК. Во-первых, называют фамилию Матвея Захарча Собурова, заместитель председателя Совета Министров СССР. Кто-то называет фамилию Анастаса Ивановича Микояна, и также называют фамилию Ворошилова. Дело в том, что стенограммы этого заседания президиума не велась, поэтому точно установить, кто же на самом деле отсутствовал, до сих пор не представляется возможным. Открыл это заседание Булганин, но слово по ведению тут же взял Маленков и предложил вот это заседание президиума Совета Министров перевести в заседание президиума ЦК, то есть переформатировать само это заседание. Из хозяйственной плоскости в политическую. Ну, естественно, да. Все сразу с этим предложением согласились, за исключением Хрущева, понятно почему. И после этого вступления Маленков передал право введения заседания президиума Булганину, хотя по устоявшейся практике заседание президиума должен был вести Хрущев. И тут же выступил с разгромной речью в адрес Хрущева. То есть Маленков в данном случае был запивалой, что довольно удивительно, потому что Георгий Максимилианович, он был человеком очень осторожным и никогда особо не отличался такими лидерскими качествами. После его выступления, его поддержку, причем довольно жестко, выступили Молотов, а затем Каганович. А вот эта троица, по сути дела, и задала тон всему характеру работы вот этого заседания президиума ЦК. А поскольку большинство полноправных членов президиума поддержали Маленкова, то, в общем-то, вопрос о снятии Хрущева, по сути, был решен. То есть вот эти, прошу прощения, это же люди, которые были не просто равны среди равных. Все понимали, что у них особый вес. Молотов, Каганович — это вот эти большевики, которые проявили себя многолетней работой со Сталиным. Они были самостоятельными, особыми политическими фигурами. Мы помним и митрополитен имени Кагановича, и внешнюю политику Молотова. То есть это люди были жесткие, такие способные, талантливые люди, которые имели свое мнение. Ну, естественно, да. Они же были членами партии с дореволюционным стажем. Вот, это принципиально, чтобы молодежь, которая нас слушала, понимала, что это не просто некто выступили, это выступили живые боги партийной вот этой иерархии. Ну, естественно, да, Молотов был в партии с 1906 года, Каганович с 1911 года. Это были старейшие члены партии, более того, руководящего звена партии. Даже я бы подчеркнул особо, что вот у людей, которые имели дореволюционный партийный стаж, была особая привилегия всегда выступать и высказывать свою точку зрения. Это была традиция партийная. Не случайно многие свидетели говорят о том, что и Молотов, и Каганович, и Ворошилов, и другие партийцы могли свободно, вот как бы воспроизводя вот эту принятую в партии практику, дискутировать, высказывать свою точку зрения, не соглашаться и так далее, и так далее. Понятно, что когда выступили такие динозавры, условно говоря, да, мастодонты, то другим участникам этого заседания было довольно сложно выступать. Но вот характерный пример. Брежнев, который присутствовал на этом заседании, и который тогда был только в статусе кандидата в члены президиума ЦК, он попытался сказать пару слов в защиту Хрущева, тут же получил отповедь от Кагановича, и ему стало дурно. Куда ты лезешь, да, ты кто такой? Да, у него даже случился сердечный приступ, и его с этого заседания увезли домой. И он, кстати, на следующий день на новом заседании президиума ЦК так и не присутствовал. Он направил лишь свое письменное мнение, мы сейчас об этом отдельно скажем. Но, казалось бы, выступили вот эти вот мастодонты, и можно уже ставить вопрос на голосование и принимать соответствующее постановление президиума ЦК. Но дело повернулось совершенно невообразимым образом. Булганин, который вел заседание, он повел себя крайне нерешительно, и под давлением Хрущева заявил о том, что в заседании объявляется перерыв, и что следующее заседание состоится завтра, то есть 19 июня, что нету, дескать, кворума, что отсутствует ряд секретарей ЦК, кандидатов члены президиума ЦК и полноправных членов президиума ЦК. Но я еще раз хочу сказать, что на подобного рода заседаниях решения голосовать могли только полноправные члены. То есть секретарь ЦК мог высказать свое мнение, кандидат члены президиума тоже мог высказать свое мнение, но когда вопрос ставился на голосование, то постановление или решение президиума принималось только полноправными членами президиума ЦК. Таких же уже хватало. Они, в принципе, готовы были голосовать. Да, вот об этом и речь. Ну, короче, на свою беду члены президиума согласились с этим предложением. И на следующий день, 19-го числа, 19-го июня, вновь собирается заседание президиума, но уже в более расширенном составе. Во-первых, прибывают все оставшиеся члены президиума ЦК, то есть Собуров, Кириченко, Микоян. Прибывают еще три секретаря ЦК и три кандидата в члены президиума ЦК, в том числе и Жуков. Жуков на первом заседании отсутствовал. Дело в том, что есть информация, что его Булганин специально послал под Солнечногорск, туда на курсы выстрел, где проходило расширенное совещание командующих военными округами. И он, дескать, вот не успел на предыдущее совещание. В данном случае он прибыл. И здесь уже началась очередная схватка, уже более острая. Причем открыл это заседание, опять-таки, Маленков, который опять выступил с довольно резкой речью, и его активно поддержал Молотов. И вот уже на этом заседании было прямо озвучено о необходимости не только снятия Хрущева с поста первого секретаря, но и Каганович предложил ликвидировать должность первого секретаря. Понятно, что они приступили как бы к реализации той части плана, которая присутствовала в головах у некоторых членов президиума. Я напомню, что Молотов уже многие годы спустя в своих беседах с Феликсом Чуевым говорил о том, что у нас как бы не было вот конкретного плана действий. Мы договорились только о том, чтобы снять Хрущева. А как действовать после этого, мы, в общем-то, еще не знали. Поэтому предложение Кагановича о ликвидации поста первого секретаря, оно внесло своеобразный такой разброд и шатание в ряды оппозиционеров. Потому что потом... По сути дела, прошу прощения, это уже не оппозиция, это уже переворотчики, это заговорщики. Нет, 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 я бы не стал так говорить. Нет, нет, дело в том, что они действовали в рамках партийного устава. Потому что на пленуме ЦК избирались руководящие органы, то есть президиум ЦК и секретаря ЦК. И члены президиума вполне могли решать сугубо организационные вопросы между собой, а потом принимать соответствующие решения и с этими решениями выходить на пленум ЦК. По-любому решение такого серьезного кадрового вопроса, оно не прошло бы мимо пленума ЦК. То есть здесь-то они как раз действовали в рамках партийной легальности. Другое дело, что они действовали очень нерешительно. Я ведь хочу опять вернуться к тому, о чем я говорил. Ведь потом возникнет на этом же заседании предложение снять Хрущева и сделать первым секретарем Молотова. Так пардон, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Потому что Каганович выступает с предложением ликвидации поста первого секретаря и тут же вносится предложение избрать новым первым секретарем Молотова. Вот о чем идет речь. Понятно. И Хрущев понял о том, что вот у этой оппозиционной группы практически все сшито на белую нитку. То есть они не имеют реальной как бы программы действий вот на ближайшую перспективу. И он решил этим воспользоваться. В заседании опять был объявлен перерыв. И когда заседание президиума закончилось, то вечером того же дня Хрущев вызвал к себе в кабинет некоторых членов президиума и секретаря ЦК. Опять-таки источники и мемуары дают разную раскладку, кто же оказался тогда в кабинете у Хрущева. Но если вот сопоставить разные данные, то можно примерно предположить, кто там был. Значит, точно там был Сутлов, точно там был Жуков, дальше с большой долей вероятности там была Фурцева и, как ни странно, Мухеддинов, который тогда был только кандидатом члены президиума ЦК. Это вот бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, который стал секретарем ЦК. Они там стали обсуждать вопрос о созыве пленума ЦК, о противодействии вот этой вот группе заговорщиков, условно говоря. Причем Жуков, и это подтверждает целый ряд мемуаристов, предложил радикальный способ расправы с антипартийной группировкой. Он, пометуя свое участие в аресте Берия, предложил их также арестовать. Его активно в этом поддержала Фурцева. Екатерина Алексеевна, а я напомню, что Фурцева тогда вошла в фавор к Хрущеву. Они давно были знакомы, вместе долго работали в Московском горкоме. И она на тот момент была не только первым секретарем Московского горкома партии, но и секретарем ЦК. Но против предложения Жукова категорически выступил Суслов, и его поддержал Хрущев. Сказал, что нет, мы не будем действовать вот такими радикальными способами, и решим этот вопрос без крови, как он выразился. После того, как он посовещался с этими товарищами, то к нему пришел на прием Серов. И вот Серов уже с Хрущевым обсуждали чисто технический вопрос. Прошу прощения для наших радиослушателей, которые следят за этим фактически политическим детективом или политическим триллером. Серов — это фаворит Хрущева, который возглавлял госбезопасность. Это человек, который подготовил, собственно говоря, воцарение Хрущева, который через колено ломал сталинские министерства госбезопасности, который обеспечивал силовое и спецслужбистское прикрытие захвата группировкой Хрущева приходок власти. И, естественно, это получается, что у Хрущева было в руках два козыря. Один козырь был такой, скажем, пиковый — это был госбезопасность Серов, а рядом, ну, может быть, Трефт или Буби — это был Бубный. Это вот Жуков, который вроде бы ввел себя, но он не был Джокером, но он тоже играл игру. Ему, в принципе, арест-то был нужен для того, чтобы они не открыли рот и не сказали, что мы же с тобой договаривались. В том числе. Но тут, понимаете, сейчас вот мы подойдем к самому пленному, и я объясню, почему Хрущев сделал ставку на Жукова. Значит, когда разговор с Хрущевым состоялся, то сразу был запущен механизм созыва пленума ЦК, потому что самолетами военно-транспортной авиации в Москву стали сразу сводиться все члены ЦК, кандидаты в члены ЦК и члены ЦРК для того, чтобы был кворум для созыва пленума. Центральная ревизионная комиссия ЦРК, да? Да, ЦРК — Центральная ревизионная комиссия, да. Понятно, что эту процедуру могли осуществить только военные при активном содействии органов госбезопасности. Теперь дальше. На следующий день, то есть уже 20-го числа, опять происходит заседание президиума, и вот в этот момент, когда уже третий день заседает этот высший партийный орган, или высший партийный Ариапак, в дело вмешиваются рядовые члены ЦК. Эта информация, она, в общем-то, содержалась в разных источниках, но в очень куцом виде. Не очень было понятно, кто пришел на переговоры с членами президиума, кто от членов президиума вел эти переговоры, ну и так далее, и так далее. И вот в конце 90-х, там или в начале 2000-х, Николай Зинькович, это бывший сотрудник аппарата ЦК, сам он выходец из Белоруссии, он написал одну из своих очередных книг и сказал, что вот в бытной своей работе в ЦК, прямо вот на изломе эпох, перед самым закрытием ЦК, он нашел в архиве, в партийном архиве, два очень любопытных документа. И он говорит, это была вообще мечта моей студенческой юности. Я, говорит, мечтал найти эти документы, я их нашел. Я вот чувствовал, что они есть, и я их нашел. Это были практически идентичные записки на имя президиума ЦК с просьбой как бы дать ответ на вопрос, почему происходит столь долго заседание президиума, почему вопросы руководства секретариатом ЦК обсуждаются калуарно, что мы, дескать, члены ЦК тоже имеем право обсуждать эти вопросы, дайте нам типа ответ. Вероятнее всего, вот эти два письма, они были написаны в аппарате ЦК. Более того, Зинькович предположил, а я, в общем-то, как бы согласен с его мнением, что эта бумага писалась тогдашним зав. Общим отделом ЦК Владимиром Никифоровичем Малином. Под этими письмами стояли подписи. В первом варианте 48 подписей, во втором варианте 28 подписей. То есть суммарно это 76 подписей. Это разные люди были, да? Абсолютно, да, 76, да, да, да. То есть одно письмо подписали одни, другое другие. Это разные люди были. Но текст, я опять хочу повторить, он был практически идентичен. Там, за какими-то вот буквально небольшими, что ли, стилистическими шероховатостями. И Зинькович сказал, что я чрезвычайно рад тому, что я установил персональный состав всех вот этих вот 76 человек. То есть пофамильно. Он выяснил, кто это. Но дальше он не пошел. А я вот в своей книге «Хрущевская слякоть» поставил перед собой еще одну задачу. Установить, значит, какие должности занимали вот эти самые подписанты на момент сочинения этого письма. Там были, естественно, и вполне известные фигуры. Тот же Громыко, например, который занимал пост министра иностранных дел. Он только-только, да, занял. Прошу прощения, который занимал пост первого заместителя министра иностранных дел. Там были хорошо известные военные, например, маршала Советского Союза Соколовский и Конев. Соколовский тогда был первым замом. И возглавлял генштаб. А Конев был тоже первый зам. И возглавлял ОВД. То есть Варшавский договор. Ну и так далее, и так далее. Но многие фигуры были неизвестны. Вот не то, что даже рядовому обывателю, но даже профессиональным историкам. Я вот провел довольно тщательно такое исследование и установил, в общем-то, ху из ху, как говорится, на момент подписания этого письма. И что выяснилось? Из 76 человек, 39, то есть больше половины, это были профессиональные партийные работники. Часть из них, это были представители Центрального партапарата, в частности, заведующие некоторыми отделами ЦК. Но значительная часть, это были первые секретари обкомов, крайкомов и рискомов РСФСР. Плюс еще это письмо подписал первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Кирилл Трофимович Мазуров. То есть в поддержку Хрущева выступила практически вся партийно-политическая элита регионов Российской Федерации. Вот когда нам говорят, что Хрущев опирался на украинскую партийную группировку, это действительно так, но это часть правды. И вот в этот критический момент для него, ему самую мощную поддержку оказала не украинская парторганизация. Ни одного первого секретаря украинского обкома не подписали эту бумагу. То есть там не было ни одной фамилии. Там, например, первого секретаря, как он, Житомирского, там, Винницкого, Киевского или Днепропетровского обкома. Это исключительно были первые секретари обкомов и крайкомов РСФСР. Прошу прощения, Евгений Юрьевич, для наших радиослушателей. Вот представьте себе, военная авиация свозит первых секретарей областных комитетов со всей России в Москву. Они тоже ведь... Со всего Союза. Со всего Союза. Они же не дураки. Они понимают, что идёт спецоперация. Их собирают, их инструктируют. Идёт фактически такая жёсткая накачка. По-нашему, это как, если бы, наверное, сейчас собрали Совет Федерации, наверное, вот так, с представителями регионов уровня губернаторского корпуса. Ну, может быть. Я тут вот параллель не хочу проводить, потому что всё-таки система власти в Советском Союзе и нынешней России, они существенно отличаются друг от друга. Но я по уровню властных полномочий, безусловно. А секретарь обкомов это как губернатор. Да, они были посильнее губернаторов. И с точки зрения, например, реализации властных полномочий на высшем уровне. Не забывайте, что Хрущёва с должности первого секретаря сняли именно секретарей областных комитетов. Мы об этом ещё будем отдельно делать. Итак, 57-й год. Вот он, переворот. Путина члены Совета Федерации никак снять не смогут. А Хрущёва они сняли. Поэтому первый секретарь или генеральный секретарь ЦК, он критически зависел от настроения как раз вот этой основной партийной массы. Так вот, вот эти два письма. Там его подписали и члены правительства, в том числе министры оставшихся министерств. Ну, достаточно назвать фамилию Дмитрия Чустинова. Например, фамилию Михаила Васильевича Хруничева. Ну, и так далее. И вот после подписания как бы вот этих посланий группа членов ЦК опять-таки разные источники дают разную информацию. Ну, короче, эта группа была от 10 до 20 человек. Совершенно точно в состав этой группы входил Николай Григорьевич Игнатьев. Это первый секретарь Горьковского обкома партии. Значит, Александр Николаевич Шелепин. Тогда еще первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Ну, и так далее. И плюс военные. Важно, чтобы в эту группу входили значит, председатель КГБ Серов. Да. Иван Александрович и маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Они потребовали, чтобы на разговор с ними вышли члены президиума ЦК. Тут тоже опять-таки вопрос открытый, кто конкретно выходил, но по всей вероятности это был Булганин, это был Микоян, это был Ворошилов. Вот эти трое точно выходили для беседы. Причем было два раунда беседы. Первая беседа была на повышенных тонах. Они что, ворвались в предбанник вот этого заседания? Как это было? Они не ворвались в предбанник, они стояли у как раз кабинета, где проходило заседание президиума ЦК. Это там, в Кремле, в главном корпусе, в так называемой Ореховой комнате. Ну, все хорошо знали, где проходили традиционные заседания президиума. Ну, до этого политбюро, потом президиума и потом опять политбюро ЦК. Они потребовали, чтобы члены президиума вышли к ним на разговор и объяснили, в чем дело. Почему три дня идет заседание президиума, полно слухов и никто ничего толком не знает. И вот состоялся довольно острый разговор, где больше всех поведению молодых возмущался Ворошилов. Более того, он по адресу Шелепина, который попытался что-то ему сказать, вообще выразился, ну, некомплиментарно, назвал его сцепляком и сказал, чтобы он закрыл рот и не лез в разговор старше. Потом, вечером, состоялась еще одна беседа, уже в более таких применительных тонах, и, вероятнее всего, участниками этой беседы стало большее количество людей, в частности, упоминает фамилию Собурова. Ему, кстати, вот эту беседу потом припомнят на самом пленуме ЦК, что он себя, дескать, вел непотребно по отношению вот к членам ЦК. Об этом скажет и сам Хрущев, да и некоторые другие, видимо, вот участники как раз этой встречи. И вот, по сути дела, вот эти два письма и вот эта встреча, они переломили ход событий. То есть, здесь уже, знаете, как произошел коренной перелом. То есть, если раньше, стратегию и тактику определяли противники Хрущева, то теперь он перехватил у них инициативу и было принято решение немедленно созывать пленум ЦК. И вот 22 числа в Свердловском зале Кремля начинает работу вот этот вот самый июньский пленум ЦК, который продолжался целую неделю. Но история коммунистической партии, честное слово, мало знает столь продолжительных пленумов ЦК. Обычно пленумы проходили один-два дня. Бывало, когда пленум затягивался на три дня. Обычно это было в 20-е годы, когда обсуждались какие-то острые проблемы, и шла такая содержательная и довольно жаркая дискуссия. В послевоенный период подобные шалости, ну, я в кавычках это слово беру, конечно, не допускались, а тут целую неделю. суммарно, если брать с текстами докладов и выступлений, на пленуме выступило 85 членов и кандидатов члена ЦК. Это немыслимая какая-то цифра. И что получается, они вот риторикой закатали вот этих динозавров? Да. Значит, смотрите, там все было расписано как по нотам. У нас времени не так много, я вот быстро, чтобы мы успели сказать и о Жукове. Хрущев и его, так сказать, клевреты, они сразу определили как бы сам сценарий всего этого действия. Открывал работу пленума Суслов как главный идеолог партии и как главный инквизитор, то есть он определял как бы саму повестку дня. А дальше делалось два убойных доклада. Первый доклад делал Жуков, второй доклад делал Дудоров. Ну, я напомню, что Жуков тогда был министром обороны, а Дудоров это очередной хрущевский фаворит, который из аппарата ЦК, он там, кстати, возглавлял, как ни странно, отдел строительства. Он и в московском горкоме возглавлял отдел строительства, когда Хрущев при Сталине был первым секретарем московского горкома. И потом, когда снимут Круглова в 56-м году, то новым министром внутренних дел как раз и будет назначен Дудоров. Так вот, они и делали два застрельных доклада. То есть, они создавали саму атмосферу этого пленума. Я, может быть, чуть-чуть назад отойду, но важно пояснить. Дело в том, что после 20-го съезда, когда готовилось постановление ЦК по культу личности, планы Хрущева входило в проведение еще одного пленума ЦК. Потому что у него весной возникло ощущение, что он проигрывает сталинистам. И ему надо было, как он выразился, усилить обстрел сталинизма. И он предполагал созвать новый пленум ЦК с тем, чтобы там вот тема разоблачения сталинских преступлений, репрессий, ну и так далее, и так далее, прозвучала еще более громко, еще более как бы содержательно. И по его поручению для этого пленума ЦК готовились два доклада. Первый доклад готовил Жуков, второй доклад готовил его тогдашний фаворит Шепилов. О том, что Жуков готовил этот доклад, стало широко известно в прошлом году, когда состоялась публикация как раз отрывков этого доклада в российской газете, то есть в органе правительства. Историки-то давно знали о том, что Жуков готовил этот доклад. Ну тогда его представили как некую сенсацию, хотя если посмотреть по содержанию, там никакой особой сенсации в этом докладе не было. По сути дела все те обвинения в адрес Сталина, которые содержались в Хрущевском докладе, они были там просто повторены. О том, что Сталин не подготовил страну к войне, о том, что он повинен в катастрофе 41-го года, и так далее. У Шипилова был доклад более содержательный, но, видимо, под давлением консерваторов Хрущев не решил сопроводить этот пленум. Но он здесь вот у себя, что называется, в голове держал. Вот этот Джуковский доклад, он же с ним знакомился. И вот именно этот Джуковский доклад, но еще припудренный, что называется, и подкрепленный статистикой репрессии, и был произнесен на этом пленуме. Причем он специальный целенаправленно бил прежде всего по Молотову и Кагановичу как главным застрельщиком всей этой бучи, как он считал. То есть он там обвинил их в том, что они наряду со Сталином принимали самое активное участие во всей этой репрессивной политике. Евгений Юрьевич, я пытаюсь себе представить эту картину, но фактически мы видим, какая картина достойна пера какого-то римского историка, потому что сначала попытка переворота, организация целая военная и спецслужбистская спецоперация собирают молодых сенаторов, они все заходят, требуют сатисфакции, и потом начинается такое судилище, такое, где Цезарь Хрущев наслаждается вот избиением переговорщиков. Слушайте, я читал стенограмму этого пленума, вот такой огромный том, в свое время выпускал фонд демократии Яковлевский с подробными комментариями, я в данном случае комментарии историка поставляю за скобками, но я саму стенограмму оцениваю, это вообще песня, вы знаете, вот у меня было такое ощущение, как будто вот я в грязи, в грязи постоянно купаюсь, постоянно у меня вот такое внутреннее как бы неприятие того, что вот какие-то склочники собрались и между собой выясняли отношения и всю грязь, которая была, она была, что называется, вытряхнута. Евгений Юрьевич, вы сказали, что как будто искупались в грязи, это же там и Жука в руку приложил ведь к этому всему. Слушайте, ужас какой-то, вот я читал эту стенограмму и у меня сложилось только и такое убеждение, что более-менее прилично себя порядочно вели всего два человека, это Молотов и Шипилов. Они вдвоем единственные, кто пытался перевести вот весь этот базар, весь этот шабаш в какое-то конструктивное русло, обсудить реальные вопросы внутренней, внешней политики, методы руководства Хрущева и так далее, и так далее. все же остальные в той или иной степени, даже участники так называемой антипартийной группы, они стали каяться, они стали посыпать себе голову пеплом, они стали друг друга сдавать, что называется, то есть абсолютно вот какой-то непристойный шабаш был. И потом вот после завершения этого недельного шабаша, там, кстати, с подачи Суслова впервые родился и термин антипартийная группа, ведь сначала, когда Суслов выступал, то есть первый день, когда он открывал, собственно говоря, пленум, там вообще никакой речи не шло об антипартийной группе, там речь шла о некой групповщине, но буквально уже на следующий день возникает вот этот политический ярлык, очень опасный политический ярлык, почему? Я напомню, что еще в марте 1921 года на 10 съезде партии после завершения так называемой профсоюзной дискуссии была принята резолюция о единстве партии, и там был седьмой пункт этой резолюции, который гласил о том, что запрещается существование внутри партии любых фракционных оформленных групп, и любое обвинение во фракционности, а уж тем более в создании подобного рода антипартийной группы, оно каралось крайне жестоко, исключением членов этой группы не только из руководящих партийных органов, но и из самой партии. Вот именно эту дубинку или этот жупел Хрущев сотоварищей и взял для расправы над Маленковым, Молотом, Кагановичем и Шипиловым. И по итогам работы этого пленума принимается соответствующее постановление, состоящее из четырех пунктов. Причем два первых пункта были открыты, и они были потом опубликованы в печати, а два других пункта они были закрыты, предназначались только для руководящих партийных органов и партийных комитетов. За это постановление проголосовали все единогласно, исключением стал Молотов, который при голосовании воздержался. Но Молотов он всегда демонстрировал особую позицию, не случайно его называли несгибаемым большевиком. Так вот, в чем суть вот этого постановления? Что внутри партии возникла антипартийная группа, что партия решительно осуждают действия членов этой группы, и что все члены этой группы Молотов, Каганович и Манленков и примкнувших к ним Шипилов, потом будут шутить, у кого самая длинная фамилия, и примкнувших к ним Шипилов, будут не только выведены из состава президиума и секретариата ЦК, но в данном случае имеется ввиду Шипилов, но и исключены из состава самого ЦК. А я напомню, например, что товарищ Молотов был членом ЦК с времен Владимира Ленина, с 20-го года он был членом ЦК. Я напомню, например, что Каганович был членом ЦК с 1923-го года. Еще при жизни Ленина. Ну, конечно, это старейшие члены не просто партии, но и ее руководящих органов. Вот о чем речь шла. А в закрытой части было сказано о том, что недостойно себя вели товарищи Булганин, Первухин, Сабуров и партия по отношению к ним тоже применяет меры дисциплинарного воздействия. В частности, Булганину был объявлен строгий выговор, товарищ Сабуров был выведен из состава президиума ЦК, а товарищ Первухин был переведен из членов в кандидаты, члены президиума ЦК. Причем о маршале Ворошилове в этом постановлении не было ни слова. Но был же еще один маршал, о котором мы все время говорим. Я все время хочу подвести к разговору. Да, сейчас мы о Жукове и поговорим. И последнее, что было принято. Значит, что они уезжают из Москвы. Молотов направляется советским послом в Улан-Батар, то есть в Монголию. Гаганович уезжает возглавлять Союз Азбест в Свердловскую область. А Маленков уезжает в Казахстан директором экипостутской ГРЭС. Опала из ссылка. Да, да, и Шепилов. Он уезжает в город Фрунзе, нынешний Бишкек, это столица Киргизии, на должность директора института экономики Киргизской СССР. То есть их услали из Москвы подальше от глаз, что называется. Теперь то, что касается дальнейших событий. Поскольку у нас времени очень много, сразу, что называется, быка за рога. Вот эта вся ситуация, особенно острые выступления Жукова и полемика Жукова на самом пленуме, где он по сути дела заявил о себе как о уже такой политической фигуре. Она очень напугала Хрущева. Он формально вошел в состав президиума ЦК. Более того, я хочу сказать, что состав президиума был существенно дополнен. Если раньше в нем было 11 полноправных членов, то теперь стало 15. В частности, Брежнев вошел в состав президиума, Фурцева вошла в состав президиума и так далее. Но что любопытно, из 15 полноправных членов президиума 11 были представителями именно партийного аппарата. Евгений Юрьевич, я прошу прощения, могла Хрущева напугать эффективность вот этой спецоперации, когда армия собрала партийных руководителей? Да нет, я думаю, что нет. Я думаю, что Хрущева напугала другое обстоятельство. Дело в том, что на Жукова давно жаловались на его бонопартийские замашки. Я думаю, что реальными причинами, почему он расправился с Жуковым, были две, даже три. Первое, что он вдрызг разругался с руководителем главпура, то есть главного политического управления генерал-полковником Желтовым, был такой Алексей Семенович Желтов. Второе, что у Жукова резко обострились отношения с руководством военно-промышленным комплексом, в частности, с тем же Хруничевым и Устиновым, и они часто жаловались на Жукова лично, Хрущеву. И третье обстоятельство было связано в общем-то самим характером Жукова с его самодушством. Не надо все-таки скрывать, что у него была такая черта. От него очень устали сами военные. Хрущеву довольно часто на Жукова жаловались сами военные. Тот же Малиновский, тот же Конев, ну и так далее, и так далее. Операция по смещению Хрущева, она была проведена, как всегда, в несколько этапов. Хрущева или Жукова? Я прошу прощения, конечно Жукова, но я оговорился, извините. В несколько этапов последней стадии эта операция вступила, когда в начале октября, третьего октября Жуков уехал с большим визитом на Балканы, в частности в Югославию и в Албанию. Он третьего октября прибыл из Москвы в Севастополь и оттуда на теплоходе отплыл как раз в Средиземное море. А уже через неделю на базе Киевского военного округа проходили полномасштабные военные учения, в которых по традиции участвовало не только все руководство Министерства обороны, но и все высшее политическое руководство. И именно на этих учениях а проводил их главком сухопутных войск Малиновский, Хрущев дал задание своим клевретам, в частности Суслову, Арестову, Брежневу и Кириченко провести зондаш мнения военных по поводу возможного снятия Жукова. И они все хором ответили согласием. Тогда, еще до возвращения Жукова, Жуков был там, в Белграде еще, 14-17 октября Хрущев послал всех членов президиума выступить с соответствующими сообщениями и докладами на заседание военных советов соответствующих военных округов. В частности, там Козлов уехал, например, в Ленинград, Кириченко уехал в Киевский военный округ, Микоян поехал в Закавказский и Одесский военный округа, Брежнев был направлен Донневосточный военный округ, сам Хрущев выступил соответствующим докладом в Москве на заседании объединенного Московского военного округа, Московского округа ПВО и Центрального аппарата Министерства обороны и так далее. То есть, уже были все как бы осведомлены о том, что Жуков попадает в опалу, и для кого это не было секретом, даже для самого Жукова. Дело в том, что у него был в Москве свой информатор, это начальник ГРУ, главного разведывательного управления гирштаба, генерал-полковник Штеменко. Кстати, я забыл сказать одну важную вещь, что Хрущевая компания очень напугала, что без согласия ЦК Жуков издал приказ о создании бригад особого назначения, которые Хрущеву преподнесли как создание неких военизированных структур лично для Жукова с тем, чтобы он совершил военно-государственный переворот. Вот это да. Да, занимался непосредственно этой работой генерал Мамсуров, который, кстати, потом уже после смещения Жукова напишет подробную записку на имя Хрущева по этому поводу, и он, кстати, избежит опалы, в отличие от Штеменко, потому что Штеменко после снятия Жукова будет отправлен в этот Приволжский военный округ. Евгений Юрьевич, я правильно понимаю, что фактически партия, партийный аппарат переиграла на партийские вот эти амбиции Жукова. У нас буквально 30 секунд. Да, да, именно так, потому что партия, партийный аппарат одним как бы ударом нанес окончательный смертельный поддых Совету Министров в лице вот этих старых соратников Ленина и Сталина, а вторым ударом указал место военным, так сказать, в иерархии власти, чтобы они не претендовали на что-то большее. И Хрущев воцарился. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Евгений Юрьевич Спицын, это хрущевская слякоть. Слякоть.